Франц Кавка Сегодня с вами поговорим про Франца Кавку. Секунду. Когда Франц Кавка, немецкоязычный еврей из Праги, 41 год умирает от чахотки, есть известная история про то, что он вообще не очень сильно хочет публиковать свои тексты, которые еще он не успел опубликовать. И только благодаря его другу Максу Броду, который, с одной стороны, предал, получается, Францу Кавку и не исполнил его последнее желание и опубликовал труды, но, с другой стороны, именно благодаря этому предательству мы имеем Франца Кавку как великого литератора. И вот в 1924 году, летом, когда он умирает, его произведения были известны лишь очень небольшому кругу писателей. И со временем все больше и больше людей узнавало про Францу Кавку. И позже, в конце концов, он признается одним из ликов несвятой троицы литературного модернизма. Это Джойс, Пруст и Кавка. Люди, которые, в общем, создали модернистическую литературу в Европе в таком понимании, в котором мы ее имеем сегодня. Специфическое качество его славы не менялось ни от страны к стране, ни от десятилетия к десятилетию. Кто-то считает его литературу теологическими притчами, притчами на религиозную тему. Кто-то считает едкой критикой на современные ему бюрократические системы. Кто-то передачей кошмарных снов. А кто-то некоторое психоаналитическое письмо по поводу того, что у него были не очень хорошие взаимоотношения с его отцом. Все эти трактовки, в общем, достаточно уместны. И мы о них поговорим чуть подробнее. И если в литературе, как я сказал, модернистское направление возглавили Джойс, Пруст и Кавка, то в философии чаще всего это представляют другой несвятой троицей – Фрейд, Ницше, Маркс. И в этом смысле все эти философские интуиции модерна так или иначе представлены в Кавке. Потому что это произведение похоже на кошмарный сон Фрейд. Это произведение похоже на кошмарный сон о классовом неравенстве, о бюрократическом неравенстве Маркс. И в конце концов это кошмарный сон о бюрократическом неравенстве, которое поддерживается властью Ницше. Об этом тоже поговорим чуть подробнее. Для Кавки характерно, что различные школы модернистские пытаются вписать его в свой канон, пытаются ему наследовать. То есть очень часто цитируется Кавка и так далее. Но для его художественного стиля модернизм в общем не характерен. То есть у него нет каких-то особых изысков. Его письмо какое-то абсолютно прозрачное и в этом смысле правдивое. Но тут есть очень одно важное. Да, и в Советский Союз Кавка попадает впервые в переводе Рита Райт Ковалевой, знаменитой советской переводчицы. Сейчас тоже, соответственно, публикуются иногда ее переводы, иногда другие переводы. Во время Хручевского оттепеля попадает Кавка в Советский Союз. И вот этот прозрачный стиль письма без каких-то особых украшательств, без модернизмов и так далее, одновременно и бесконечно правдив, и бесконечно фантасмагоричен. То есть не бывает такого, чтобы однажды утром после беспокойного сна вы проснулись страшным насекомым. Ну, по крайней мере, со мной такого точно не случалось. Однако вот эта логика страшного сна, логика кошмаров каким-то странным образом иногда запечатлевается в реальности. И в этом смысле реальность в каком-то смысле догоняет роман. Единственное, что манит и прельщает читателя в творчестве Кавки, это вот эта парадоксальная сила правдивости его письма при абсолютной фантасмагоричности его сюжетов. Логичность и тяжесть страшного сна, когда хочешь побежать, но не можешь, когда хочешь двинуться, но нет сил, как в сонном парличе, часто разыгрывается в нашей повседневной реальности. Так, возможно, мы все спим. И, соответственно, чтобы проснуться, нужно разобрать смысл кавкианства, потому что, если вы знаете имя демона, то, в конце концов, вы можете его приручить. Немного о структуре лекции. Это было введение. Соответственно, у нас будет три больших блока. Первое — это внутренняя и внешняя профетическая сила. То есть откуда, скажем так, Кавка черпает силы для того, чтобы фактически предсказать то, что случится с человечеством в XX веке. Все эти машины рациональной бюрократии обратятся окончательно против человечества, хотя создавались для того, чтобы быть, в общем-то, на его стороне. Вторая часть лекции будет посвящена этим самым бюрократическим тоталитарным машинам, и третья часть лекции будет посвящена современности. И почему Кавка все еще современен, несмотря на то, что и времена сталинских репрессий, и времена Холокоста, казалось бы, уже прошли. Начнем с внутреннего и внешнего. Существуют полярно противоположные мнения по вопросу, откуда литература, будь то поэзия или проза, черпает свою выразительную силу. Одно из различий проходит как раз по оси внутренняя и внешняя. Если мы воспользуемся данной оптикой, перед нами возникнет несколько образов поэтов или писателей. Один образ – это образ рупора поколения, человека, который вещает от мира. Там, как любил говорить Гадар, что у философов и кинорежиссеров один и тот же взгляд на мир – это взгляд поколения, один и тот же голос – это голос поколения. То есть то, что выражает чаяние, надежды людей, которые оказываются современниками писателю. И в этом смысле поэт представляет таким кривым зеркалом, если мы говорим о сатире, беспощадным зеркалом, если мы говорим о трагедии. Вот этот поэт-зеркало и поэт-рупор – это разные образы. Первый – отображает и беспощадно изобличает мир. Второй – дает голос своему поколению. Один обращен к настоящему, а другой – к прошлому. Но в общем и тот, и другой направлены на внешнее. А есть противоположное мнение, которое заключается в том, что искусство льется изнутри, из самого человеческого существа. И в общем искусство всегда решает внутренние проблемы искусства. В том смысле, что была романическая история от европейского романа, от Сервантеса и Рабле до XX века, до модернизмов, до Пруста, до Джойса, до Кавки. И, соответственно, вся эта романическая проза решала какие-то свои внутренние проблемы. Например, Пруст описал внутреннюю жизнь людей, пытался описать. А Кавка, соответственно, описывает парадоксальным образом людей без внутренней жизни, людей, захваченных обстоятельствами, в которых, в общем, не остается никакого пространства для этой самой внутренней жизни. Несложно заметить, что эти противоположные точки зрения направлены на изучение микрокосма и макрокосма. С одной стороны, это некоторая интроспекция или герменевтика предыдущих текстов, а с другой стороны, это социальная критика, социальное воззрение. Эти две позиции, строго говоря, друг другу могут не противопоставляться. Они могут быть объединены в синтезе. Потому что, в конце концов, если писатель болезненно зациклен исключительно на себе, либо болезненно зациклен на своем искусстве и только на нем, то в конце концов он все равно остается либо эссе хомо в первом случае, либо в другом случае частью того общества, от которого он пишет. И в этом смысле, даже если вы описываете, скажем так, какие-то чисто свои внутренние жизненные проблемы, эти проблемы, конечно, могут быть в том числе и общественными. И в этом смысле показательным является пример Франца Кавки как писателя, с одной стороны, заточенного и, в некотором смысле, заточенного внутри своей жизни, внутри своей психологического состояния. Более того, болезнь, рвущаяся, скажем так, наружу, что очень часто можно углядеть в его маленьких рассказах. Например, мне очень нравится маленький рассказик про индейца, где он рассказывает о том, как он мечтает по прериям бежать, скакать на лошади, чтобы лошадь в этой скорости растворилась, чтобы он был абсолютно свободен и так лететь. Да, но вот есть невозможность такого состояния. И есть несколько истоков про ЗКавки, которые выделяли разные философы и писатели. Начнем мы с Вольтера Бенемина, человека трагической судьбы. Ну, понятно, что в 20 веке у евреев, которые проживали на территории Германии, судьба у всех трагическая, но у Вольтера Бенемина, она, наверное, особенно трагическая, потому что он, в отличие от нашего следующего героя Ханна Аренд, не успел выехать в Америку, не смог, точнее. Его остановили на испанской границе, и вот он принимает морфий на границе. И при нем остается только его работа о понятии истории. Его последняя работа, которая после этого много раз была опубликована. И у Вольтера Бенемина есть два предположения о том, откуда черпает, ну, больше предположений, я выделил только два, о том, откуда Кавка черпает свою профетическую силу. Первое предположение — это мир отцов. Сохранилась детская фотография Кавки. Редко, когда бедное и короткое детство являло собой картину столь же пронзительную. Снимок сделан, очевидно, в одном из тех фотоателье прошлого столетия, оформление которых с его драпировкой пальмами, гобеленами и прочим декоративным хламом напоминало одновременно о тронных залах и пыточных камерах. То есть, с одной стороны, мы имеем какую-то обстановку, которой захвачен малыш, он в нее заточен, он не может из нее выбраться, у него в руках какая-то абсолютно очевидным образом несоразмерная ему шляпа, которая ссылает к испанской моде тросточка. И на фоне всего этого прорезаются грустные глаза ребенка, которыми он смотрит куда-то вдаль, и большое детское ухо, которым он слушает этот мир. И с точки зрения Вольтера Беньямина, чиновничество у Кавки, люди, которые сидят в замке, это очень рифмующаяся вещь с миром отцов. Чиновники представляют из себя грязный и затхлый мир отцов, то есть пугающая сила кавкианской прозы происходит из семейных отношений, достаточно универсальных. Например, в рассказе «Приговор» достаточно известном происходит следующий диалог. «Успокойся же, ты хорошо укрыт». «Нет», — заорал отец, так что ответ сшибся с вопросом, и, отбросив одеяло с такой силой, что на миг оно развернулось в полете мантией, во весь рост встал на кровати. Лишь одной рукой он слегка держался за лампу. «Ты хотел укрыть меня, отродьеце мое, но учти, я еще далеко не накрылся. Пусть это во мне и последние силушки, но на тебя их хватит, хватит с лихвой. По счастью, отцы видят сыновей насквозь, этому учить не надо». Он стоял свободно, уверенно дрыгая то одной ногой, то другой. Он весь светился от осознания истины. Теперь ты знаешь, на свете есть кое-что, и помимо тебя. Прежде-то ты только себя знал, ты был, попросту говоря, невинным младенцем, но говоря еще проще, ты был дьявольское отродье. Что за реакция? Сын пытается накрыть отца одеялом, а в результате получает вот такую странную реакцию. Это какие-то своего рода абьюзивные отношения, если говорить в современных терминах? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, отец, сбрасывающий с себя тяжкое одеяло, вместе с ним как бы сбрасывает и гнет мироздание. И вот эту проблему отцов и детей, которую ставит Кавка, ставят по-новому. То есть здесь есть та интуиция, что взаимоотношение человека с властью, взаимоотношение человека с чиновничеством, в конце концов, это в том числе отношение человека с отцом. А перед отцом мы виноваты, всегда виноваты, как минимум по качеству первородного греха. То есть мы рождаемся уже сразу виноватыми. И отец выступает здесь в роли карающей десницы. Вина облекает его так же, как и судейских чиновников. Очень многое указывает на то, что мир чиновников и мир отцов для Кавки одно и то же. Это сходство вовсе не к чести чиновников, потому что этому миру отцов, миру прошлого, приписывается тупость, низость, грязь. Чиновничество в произведениях Кавки нечистоплотно. В каком смысле? В том смысле, что они как бы питаются молодыми соками. Они питаются силой разума и человечности. Именно за счет этой силы, за счет такого трудневого вампирического существования, они только и могут продолжать и влачить свое. То есть они являются отражением того, что смиряет, что усыпляет силу человеческого рода. И грех, в котором отец обвиняет сына, это первородный грех, что отсылает нас ко второму истоку, который часто говорится, когда обсуждается Кавка, а именно, что Кавка черпал свою силу именно из, скажем так, религиозности, что его рассказы, его произведения несут некоторую силу религиозной притчи. И построены именно таким образом. Такие трактовки действительно часто встречаются. Вы видите на своем экране, надеюсь, вы можете прочитать, потому что я это вслух читать не буду, иначе зачем я это выводил на слайд. О том, что у Кавки были очень своеобразные религиозные представления. Очень своеобразные. О том, что мир — это есть некоторая божественная шутка, причем даже не столько шутка, сколько просто элемент, скажем так, его дурного настроения. Был не в настроении еще, и создал этот мир в том несовершенстве, в котором он существует. Первородный грех в этом смысле несправедлив, ведь нас должны оценивать по поступкам. Однако из постулата Кавки ни в коей мере нельзя заключить, что поскольку первородный грех несправедлив, то и обвинение несправедливо. Он, в общем-то, нигде не пишет о том, что Йозеф К. или К. или другие его персонажи, скажем так, несправедливо в чем-то обвинены. Они просто становятся частью процесса, где они вынуждены осознать свою собственную вину, и других, в общем-то, возможностей у них нет. То есть, скажем так, когда вы находитесь в Кавкианском процессе, конечно, вы чувствуете, возможно, его несправедливость, вы, возможно, начинаете с ним бороться, но в конце концов у вас есть только две опции. Процесс не прекратится, если вы будете отрицать свою вину. Процесс прекратится, он может прекратиться только в том случае, если вы эту вину найдете и узнаете. И вы, в общем, как К. Бесконечно начинаете перебирать свою собственную жизнь и перестраивать ее, выстраивать ее в какой-то такой рассказ, в котором бы ваша вина была бы оправдана и доказана. Потому что иначе мир настолько несправедлив и абсурден, что в этом мире будет очень сложно жить. А если вы, например, виновны, то значит дело в вас, а как минимум не в мире, что уже вселяет некоторую долю оптимизма по отношению к миру. Да, вы несовершенны, вы виновны, но в конце концов это не говорит о том, что мир разрывается по швам. Хотя в действительности речь, конечно, не о том, что вы были виноваты, а именно о том, что мир несправедлив. Уже Герман Коген, на которого ссылается Вольтер Беньямин, пишет в одной из своих беглых заметок, что древнее представление о судьбе — это прозрение, становящееся неотвратимым. А приговор и процесс — это, конечно, некоторые судьбические элементы. То есть в этом смысле, если вас приговорили, значит, это не ошибка, это не случайность, это своего рода судьба в этой интерпретации, которой вы не можете отвернуться, вы можете ее только принять или не принять. Причем, если вы ее примете, то последствия могут быть трагичны. Если не примете, так же последствия могут быть трагичны. В мировой литературе очень часто герои драм и трагедий страдают от того, что они пытаются уклониться от своей судьбы, как царь Эдип, который за это поплатился, и очень редко получается быть Одиссеем, который, в общем-то, вполне успешно от своей судьбы. Уклоняется. Так же, соответственно, устроен мир. Что мир устроен именно таким образом, что он не позволяет быть невиновным. И виновен каждый. И в этом, наверное, суть вот этого религиозного воззрения Кавки. Однако есть и другая интерпретация, совершенно противоположная. Ханна Арендт, друг и товарищ Вольтера Бенемина, именно Ханна Арендт, издает очень многие труды Вольтера Бенемина. Именно Ханна Арендт в Америку перевозит часть архива Вольтера Бенемина. Она, соответственно, успевает уехать в Америку, в отличие от Бенемина. И что же, в общем, говорит нам Ханна Арендт? Ханна Арендт, в отличие от вот этой трактовки, которая подразумевает, что Вольтера Бенемина вряд ли можно обвинить в том, что он особенно психоаналитичен. Он, скорее, про нечто другое. Однако вот эта тема отцов у него появляется, которую, в общем, какой-нибудь условный психоаналитик легко бы мог развить в соответствующий концептуальный план. Ханна Арендт же полностью отрицает и психологичность Кавки, и теологичность Кавки. То есть с ее точки зрения Кавка ни в коем случае не писал религиозные притчи, и уж тем более он не писал какой-то психологический портрет. С ее точки зрения Кавка своего рода структуралист. То есть он описывает окружающий его мир, выводя из него какие-то чистые формы или структуры. И именно они, с одной стороны, нас пугают, и поэтому проза Кавки пугающая, а с другой стороны, именно поэтому нам кажется, что его миры фантасмагоричны. Потому что, в общем, структуры не выходят на улицу, по одному известному выражению. И в этом смысле, когда мы сталкиваемся со структурами, с некоторыми чистыми планами, эйдосами, если угодно, то нам кажется, что это что-то невероятное. Хотя на самом деле это то, что подлежит за тем переменчивым миром явлений и феноменов, которые мы наблюдаем. С точки зрения Хан-Арент процесс был своего рода порождением Австрийской империи, в которой жил Франц Кавка. И поскольку Франц Кавка в том числе помогал евреям устроиться в Австрийской империи, он хорошо, безупречно знал дух чиновничества того времени. А дух чиновничества того времени заключался в том, что Австрийская империя чрезвычайно многонациональна, многоэтнична, очень сложно устроена. А бюрократический аппарат, вот этот централизованный рациональной бюрократии, там один, и он ко всем относится в общем нелицеприятно. В том смысле, что не смотрит на лицо. И автоматически исполняет все свои процессы. И вот это, конечно, его пугало. Однако, с точки зрения Хан-Арент, поскольку в 20-е годы, когда этот роман был впервые издан, никого еще не пугала сущность бюрократии, потому что, в общем, это была проблема одного определенного этноса, и по большей степени касалась именно его, то, соответственно, чуть-чуть подаль, когда Веймарская республика заканчивается и сменяется Третьим рейхом, когда начинаются сталинские репрессии, вот эта сущность бюрократического аппарата, который может быть абсолютно античеловечным, который, в общем-то, может работать по своей непостижимой логике, каких-то бесконечного документа оборота. В логике чиновничества единственное, что мешает ему хорошо исполнять свою роль, это бесконечные просители, которые к нему приходят. То есть, если бы не было просителей, все было бы вообще прекрасно. Потому что чиновничество может отрываться от земли, у него есть бумага, соответственно, он бумаги перебирает, а тут еще какие-то люди приходят, требуют всякого, забывая о том, что, в общем-то, ради вот этих людей, которые к нему приходят, он исполняет эту свою роль, а они ему кажутся чисто помехой. И вот когда, скажем так, бюрократический аппарат отрывается от земли, уходит куда-то в поднебесные дали, рождаются различного рода фантасмагорические монстры. И поскольку в XX веке уже все увидели лицо того, каким бывают централизованные государства, каким бывают тоталитарные общества, то Кавка был признан пророком. Хотя вот с точки зрения Ханна-Арент, он, конечно, никаким пророком не является, а скорее он просто описывал тот мир, в котором уже жил. То есть в этом смысле, скажем так, источник его вдохновения чисто внешний. Кавка действительно описывает общество, которое считает себя наместником Бога на земле. То есть в каком-то смысле логика чиновничества действительно божественна. То есть сначала мир был расколдован, он был выхолощен. Ну, расколдованный мир — это концепт Макса Вебера. Из него было выхолощено некоторое божественное присутствие, то есть сначала изгоняются различного рода домовые, с ними становится бесполезно договариваться. И вот именно на место вот этих небесных сил, у которых мы раньше просили поддержки, подмоги или пытались магическими практиками подчинить их, приходит чиновничество, у которых также можно просить поддержки, подмоги и тоже можно магическими какими-то практиками их пытаться подчинить. Однако, в общем, это бывает не очень удачно. Итак, с точки зрения Ханна Аренд, если кавкианский мир совершенно отрекается от характера реальности, подслушанного реалистическим романом у внешней реальности, и еще радикальнее он отрекается от характера реальности, подслушанного психологическим романом в стиле Пруста у внутренней действительности, то получается, что Кавка строит своего рода модель, идеальный тип, то есть лишая, убирая все феномены, оставляет чистый голый остов. И этот голый остов, централизованный, рациональный, как ее называл Вебер-бюрократия, является собой вот такой некоторый фантасмагорический ужас. И то же самое он делает со своими персонажами. То есть персонажи Кавки во многом лишены какого-то внутреннего мира. Это чистота людей функций. Очень часто до этого в психологических романах, это мы встретим, наверное, в «Лунатиках», в этой достаточно знаменитой трилогии и в других романах, вот это вот, скажем так, иннерман, внутренний человек и внешний человек вступали в некоторый сложный конфликт, в некоторую коллизию, что вот, например, человек хороший, а исполняет там, например, какую-нибудь роль функции, ему в ней не нравится. Или наоборот, человек плохой, но он там смиряется перед своим мундиром, потому что нужно поддерживать честь. Различного рода интерпретации. Так вот, у Кавки вот этого иннермана просто нет. Его герои антипсихологичны. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что, например, в Америке, когда главный герой спорит с швейцаром, мог ли его швейцар перепутать. Швейцар говорит, я не мог бы перепутать ваше лицо, потому что задача швейцара распознавать людей по лицам. Если бы я не распознавал людей по лицам, я не был бы швейцаром. То есть логика странноватая, но именно такая. Его человеческое внутреннее содержание здесь полностью элиминировано. Здесь остается чисто его бытие швейцаром. И в этом бытие швейцаром, по крайней мере, в своем мире он является собой абсолют. То есть он такой швейцар в вакууме. А швейцары в вакууме, конечно, не могут ничего перепутать. Они же лишены человеческого содержания. Их работа — это различать людей по лицам. И в этом смысле он претендует на некоторое сверхчеловеческое совершенство в этой своей функции. Так же, как и другие служащие, которых общество заставляет быть непогрешимыми в работе, сами по себе становятся непогрешимыми. По крайней мере, начинают себя таковыми считать. И вот эта трагедия возникает тогда, когда у этих непогрешимых людей возникает погрешность. Но признать они ее, естественно, не могут. Это, кстати, хорошо заметил Терри Гиллиам в своей Бразилии, которая является по духу совершенно кавкианской, что там как раз все начинается с того, что в самописец попадает муха. И это приводит к трагедии того, что арестовывают невиновного. Но эта бюрократическая машина ошибаться не может. Она не может признать свою ошибку. К ней бесполезно апеллировать. Она совершенна. В таком случае, конечно, могут возникать ошибки. И, соответственно, эффект нереальности и новизны в искусстве повествования кавки порождается главным образом его интересам к этим скрытым структурам и его радикальным безразличиям к фасадам, видам и чисто феноменальной стороне мира. То есть он, в общем-то, у него нет каких-то долгих подробных описаний. У него нет каких-то подробных описаний, в том числе биографии или внешности главных персонажей и второстепенных персонажей. Он очень скуп на подобного рода описания. Его литература в этом смысле достаточно абстрактна и парадоксальным образом, по мысли Ханна Арендт, в этом смысле бесконечно правдива, потому что она оголяет вот этот план дома. Да, дом еще не построен, но без плана он построен быть и не может. И в этом смысле, когда вы читаете кавку, требуется большое читательское усилие. В этом смысле, если читатель ищет от кавки каких-то, скажем так, педагогических пояснений типа романа «Воспитание» о том, как жить правильно и хорошо, он, безусловно, этого не получит. Если он ищет каких-то ярких описаний, то, конечно, он не получит. Более того, если он ищет некоторого утешения, устав от своей безрадостной жизни, хочет погрузиться в какой-то фантасмагорический мир, где космические корабли бороздят просторы большого театра, то, конечно, он этого тоже не встретит, потому что это вот такой оголенный и достаточно безрадостный мир. Наконец, есть еще одна точка зрения, точка зрения Милана Кундеры. Милан Кундеры соглашается с тем, что у персонажей Кавки, в отличие от персонажей Пруста, нет внутренней жизни, они целиком и полностью вовлечены в процесс, то есть все, что происходит с Йозефом Ка, все, что происходит с Ка, это отыгрывание того, в общем, они не являются с субъектом собственных действий, они действуют всегда только реактивно на то, что с ними происходит, то есть обстоятельства выстроены таким образом, что вы можете, например, либо бежать отсюда, либо присоединиться к суду, но, в общем, ни то, ни другое вы не выбирали, вы просыпаетесь уже включенным в этот процесс, вы его не инициируете, он происходит над вами, у вас в этом смысле никакой субъектности нет и быть не может, вот, но Кундера объясняет это движение не тем, что мир заквачен функционализмом и профессионализмом и вот этими рациональными машинами бюрократии, и Кавка их просто первыми обнаружил, а он объясняет это движением классического романа, то есть действительно Кавка своими произведениями отвечает во многом Прусту и открывает постпрустовский мир. Если Пруст всю жизнь ловил вот это самое утраченное время, пытался описать какие-то внутренние состояния, если Джойс пытался автоматическим письмом словить, опять-таки, и сущность времени, и сущность внутренней психологии, то, как мы действительно мыслим, а мыслим мы достаточно сумбурно, вот, и в этом смысле было их расширение литературы, они пытались ухватить то, что литература не ухватила до них, пытались говорить не на романическом языке, который достаточно условен, потому что, ну, в общем, роман возникает вместе с критикой романа, да, в этом смысле Сервантес и первый романист, один из первых, и первый критик романического искусства, потому что он откровенным образом издевается над рыцарским романом, вот, и над его условностями. Понятно, что романическое искусство, оно в достаточной степени оторвано от жизни, да, потому что так не бывает часто. Вот, то, соответственно, Пруст и Джойс поставили себе вот задачей описать какую-то повседневность, которая обычно из романа уходит, какие-то вещи, которые мы не описываем. Нам нравится там смотреть на то, как рыцарь отрубает драконом головы, а не на то, как Блум ходит в туалет или покупает себе почки, или жарит почки, потом ест почки, потом бреется. Спасибо, сто страниц уже романа прошло, очень интересно. Вот, почитаю еще в следующий раз. Это я ругаюсь, потому что я три раза читал Джойса, с третьего раза только дочитал, и это было больно. Вот. У Кавки же вот этого внутреннего содержания, да, просто нет. Он открывает новый постпрустовский путь. У Ка и у всех героев Кавки нет уникальности, нет внешности, нет биографии, нет имени, нет воспоминаний, нет комплексов. В свободе от действий, в свободе действий они уныло ограничены. Все размышления устремлены на ситуацию, в которой они оказываются. И Кавка, соответственно, ставит вопрос, каковы возможности человека в мире, в котором внешнее определяющее подавляет настолько, что внутреннее побуждение не значит уже ничего. И в этом смысле он просто рассматривает, вот вслед за историей романа, новую возможность, крайнюю возможность человеческого бытия. Вы видите на своем слайде стихотворение, вот его я прочитаю. Поэты не сочиняют стихов, стихи уже есть где-то там позади. Они там уже с очень давних пор, и поэту лишь надо их отыскать. И в этом смысле вот эта возможность человеческого существования в таком полностью определенном мире, человека, лишенного внутреннего человеческого содержания и сведенного к своей функции, всегда присутствовала такая возможность, такой потенциал в человеческой природе, которая бесконечно пластична. И Кавка ее просто открывает. Соответственно, четыре у нас получились возможности. Через семейные отношения, через божественные отношения, через отношения внешние по отношению к социальному миру, и через отношения внутренние по отношению к человеческому потенциалу и к романическому искусству. С этим багажом, соответственно, давайте перейдем к следующей части, а именно к бюрократической машинерии XX века и к сути кавкеанства. Для удобства давайте вслед за Миланом Кундерой разделим кавкеанство, расчленим аналитически на четыре подпункта. Первый — это бесконечный лабиринт. Второй — это божественное всемогущество. Третье — наказание ищет вину. И четвертое — это ужас хомического. Первое. Бесконечный лабиринт. Властная сила, с которой сталкивается главный герой, будь то Землемер Ка, или Йозеф Ка, или Карл Росман из Америки, который уже прям настоящее имя в Америке получает. Жаль, что Америка не только не была закончена, как в общем и замок, но даже и не была начата. То есть очень рано прерывается роман. Они все обладают признаками миры, в которых они существуют, обладают признаками бесконечного лабиринта. До кавки романисты часто показывали подобные учреждения, бюрократические учреждения, но они были представлены как арена борьбы. То есть туда приходят живые люди с живыми интересами и борются за возможность существования, может быть, за эмансипацию. Борются не против каких-то безликих машин, а борются против таких же людей. И в этом был психологизм романа. Некоторая правдоподобная мотивация у одного, у другого. Роман сначала был черно-белым, что были очевидные злодеи, очевидные герои. Ну, в общем, остаются и такие романы, но также и мог в серую мораль. То есть показывать, что и у тех, и у других, и у третьих есть свои интересы, они их преследуют, и да, иногда получаются конфликты. У кавки же институт — это не арена борьбы. Это механизм, который подчиняется собственным законам, которые были сформулированы неизвестно кем, неизвестно когда, и не имеют ничего общего ни с интересами человека. И вследствие этого просто недоступны нашему пониманию. Для нашего понимания. В том смысле, что они обладают какой-то своей собственной логикой, которая никоим образом не может быть объяснена человеческими потребностями или каким-то common sense. И вот этот человек, лишенный свойств, он как раз этим common sense обладает, главный герой. И он пытается отстаивать даже не какие-то свои особые идеалы. Он не революционер в этом смысле. Он пытается отстаивать всего лишь свой здравый смысл, что, например, нельзя наказывать невиновного. Или если вы приглашаете кого-то на работу, то вы должны принимать его на работу. То есть они не борются за что-то такое сверхъестественное. У них нет какой-то революционной ставки. Их ставка — это какая-то базовая человечность. Но даже в ней им отказывают. Социальный институт, соответственно, будь то суд или замок, не служит какой-то человеческой цели. Никто не знает, кто сконструировал эту монструозную машинерию. И можно лишь догадываться, как давно это было. Однако это, знаете, своего рода голем, которого создал Махаралис Праги, вложил ему тетраграмматон в рот. И вот голем, подчиняясь той первоначальной функции, которая была задана, начинает все крушить и ломать, и его, в конце концов, приходится уничтожить. Или это как искусственный интеллект, которому, например, сказали делать скрепки, и он делает скрепки, даже когда скрепки уже никому не нужны. И он может уничтожить и стереть в порошок весь мир и из всего мира сделать скрепки. Потому что только для этого он был создан. И не для чего иного. И вот эта бесконечная инерция созданных, казалось бы, для людей и институтов и порождает ту грандиозную машинерию, о которой мы говорим. Колеса крутятся этой машинерии, напоминая вот этот странный механизм, который представляет нам Кавка в своем знаменитом рассказе, и, наверное, моем самом любимом из рассказов, в исправительной колонии, где, в общем, существует особого рода машина, которая должна, вырезая на человеке ту заповедь, которую он нарушил бесконечно долгое время специальным резаком, приводить его к тому, что он осознает свою вину и, в конце концов, искренне раскается. И, соответственно, рано или поздно под этот нож попадает тот человек, который ввел такой странный способ наказания. И, конечно же, по логике вот этого ночного кошмара именно на этом человеке машина ломается. То есть он единственный человек, который, возможно, действительно пришел к подлинному раскаянию в результате такой процедуры, потому что такие у него странные взгляды на жизнь. Но именно, конечно, на нем она перестает работать. Потому что, скажем так, если вы слишком активно этого хотите и слишком активно в это верите, это перестает для вас работать. Перед лицом трибунала невиновных нет. Как, впрочем, нет и виновных. Вина не важна. Важен процесс. Почему? Потому что пока процесс длится, организация или организм живет. Институты в социальной философии всегда предстают опять как арена борьбы. А тут это именно какая-то пустая и глухая машинерия, до которой совершенно невозможно достучаться. Соответственно, у Кавки социальный механизм подчиняется своим собственным законам, вырабатывает свою собственную логику. Об этом, например, пишет, кстати, подробно Вильгельм фон Гумбольд, как ни странно, создатель гумбольдовского университета, ну, скажем так, идеи гумбольдовского университета, потому он и гумбольдовский. Он, когда пишет о чиновничестве, он говорит, что там существует вот этот дух машинерии и дух несвободы. Все, к чему прикасается чиновничество, так или иначе, становится одномерным и переводится в бюрократический абстрактный план. И постепенно доказывает вот эту свою мысль. второе — это божественность этих бюрократических машин. И оно, конечно, напрямую вытекает из первого. Поскольку контора давно потеряла человеческие черты, ее логика сокрыта от наших глаз. И поэтому у нас, в общем-то, две возможности, две опции. Либо признать, что это машинерия в принципе абсурдна, но тогда мир, в котором мы живем, оказывается очень недружелюбным и очень странным местом. Либо признать, что за этим есть какая-то логика, но просто она для нас непостижима. И в этом смысле это, конечно, делает эту логику либо божественной, либо, наверное, будет правильно сказать, квази-божественной. Очень многое посвящено трактатам тому, что мы вообще не можем помыслить себе Бога в любом его виде. Про это очень многие писали мистики, в том числе доходили до того, что Бог настолько непостижим, что когда Он придет в своем божественном свете, для нашего нечуткого глаза этот божественный свет будет бесконечной тьмой. То есть что-то противоположное, просто потому, что мы не можем понять. И тут та же самая логика. То есть да, мы видим, как творится абсурд и несправедливость, но мы вынуждены верить в то, что за этим стоит какой-то грандиозный план. Что за этим стоит какая-то своя собственная логика, она настолько утончена, что объяснить ее не представляется возможным. Однако она существует. Соответственно, землемер Ка попадает в деревню рядом с замком по ошибке. Но по ошибке он как бы находится здесь, на земле. А там, в верхних сферах, ошибки быть не может, потому что это сфера эйдосов. А тут на земле это всего лишь их невнятные тени. И вот если у теней есть какие-то проблемы по поводу своего существования, это не должно мешать бесподобной и чистой работе бюрократического аппарата. Именно поэтому землемер Ка, пытаясь добиться какого-то минимума, пытаясь добиться и стать частью общества, не требуя каких-то привилегий, а требуя только то, что полагается ему по так называемым человеческим правам, которым ему почему-то не предоставляют, вызывает отрыпь, как у замка и у людей в замке, хотя сложно понять, что их вообще, ну, какая эмоциональная реакция там может быть, может там и людей нет. И отрыпь людей, которые живут здесь на земле, потому что они его понять не могут. Ему предлагают привилегии от замка, ему предлагают стать частью замка, а он вместо этого требует стать частью общества, требует признания ошибки, требует признания и возможности быть человеком среди людей. И, в общем, это, конечно, всем окружающим странно. И поэтому столь навязчивое желание землемера очнуться от своего сна, очутиться вот в этом пространстве сакрального, чтобы понять ту логику, в котором это пространство работает, понятно. однако это совершенно невозможно, и роман, безусловно, остается незаконченным. То есть понять эту логику нельзя. Именно поэтому она божественная. Третий пункт. Вина ищет наказание. Классический роман. Анна Каренина покидает своего мужа, хочет встречаться с Вронским, социальное давление, разлука с ребенком, внутреннее чувство вины, берут вверх, и она бросается под поезд. Классическое произведение. Преступление, наказание. Или Достоевский. Соответственно, Раскольников хочет доказать самому себе, что он не тварь дрожащая, а право имеет, зарубает бабушку, мучается, мечется, знакомится с Соней Мармеладовой и попадает в результате на каторгу. Преступление и наказание. У Кавки все наоборот. Йозеф Ка, обыкновенный инженер, просыпается в своей кровати и два судебных служащих уплетают его завтрак. Он осужден, но не знает причины своей вины, знает только факт ее наличия. Контора не ошибается, хотя бы потому, что приговор нельзя оспорить. Адвокаты, священники, все работают на суд, который выносит только обвинительные приговоры. Оправдание быть не может. Но есть опция. Их три. Если быть точным, их объясняют Йозефу Ка. Полное оправдание невозможно, да и вряд ли когда-либо вообще существовало. Говорят, что такие случаи оправдания бывали, а старых судебных процессов сохранились только легенды. Следовательно, остаются два варианта. Мнимое оправдание, при котором обвиняемый оправдывается по всем пунктам обвинения, однако позже, в самый непредвиденный момент, они снова могут быть ему предъявлены. И волокита, при которой обвиняемый ввязывается в процесс судебного разбирательства. Так что вероятность вынесения последнего страшного приговора снижается почти до нуля. То есть одна мнимая возможность полного оправдания и две возможности, в которых нужно жить. Соответственно, если мы имеем бюрократическую логику, которая работает по своим собственным законам, и эти законы для нас непрозрачны и в некотором роде божественны, то получается третий пункт, из чего следует, что все виновны по умолчанию и виновны всегда. И, соответственно, вопрос только в том, кого и когда обвинят и кого и когда посадят на процесс. Что остается человеку, попавшему в жернова подобной машины? Он не может не признать своей вины и пойти против мира. И, соответственно, он в таком случае, если он не признает свою вину, окажется в эпофеозе беспочвенности. Та картина мира, которая была у него, что, например, суд вершит справедливость, законы написаны для того, чтобы соблюдались некоторые нравственные законы, то есть законодательство строится на нравственности, государство, соответственно, оберегает покой граждан и так далее. Вся эта картина мира треснет. И, конечно, человек начинает перебирать все факты своей биографии до тех пор, пока не найдет свою вину. Вот, приведу такой странный, возможно, вам покажется, пример. В общем, это, скажем так, всегда было в человеческом потенциале. Это реализовалось не только в 20 веке. Так, Клод Левистрос в своей структурной антропологии описывает судебный процесс, который происходит в племени Зуньи, и он происходит следующим образом. Человека обвиняют в колдовстве, потому что молодой мальчик прикасается к девочке, и она из-за него падает в припадке. Вот, его обвиняют в колдовстве. Он начинает отрицать свою вину, но понимает, что это бесперспективно, и если он продолжит отрицать свою вину, его в скором времени казнят. И поэтому он начинает действовать в русле приговора. Он начинает говорить, что он действительно колдун. Более того, говорит, что часть его волшебной силы это во рту держать специальные колючки, которыми он может плеваться, и поэтому все младенцы, которые в последнее время умирали в этом племени, были убиты его колючками, которыми он плюется. То есть он начинает просто выдумывать и бесконечно оговаривать, и оговаривать, и оговаривать себя. Но тем самым он выбивает себе спасение, его в конце концов не казнят, потому что он убеждает в суд в том, что, скажем так, та картина мира, которая присутствует в этом племени, эта картина мира магическая, она достоверна и правильна. Он приводит доказательства того, что тот мир, за пределами которого стоит хаос, то есть у них нету две описательных системы, скажем, религиозная и светская, или магическая, или религиозная. У них только вот одна магическая картина. Если они от нее откажутся, по ту сторону ничего нет, там хаос. А если он, соответственно, скажет да, в общем, это все я, они такие, хорошо, и они оставляют его как свидетельство достоверности той картины мира, в которой живут. И в каком-то смысле так же работает и с современными судами, и с современными машинами. Соответственно, Йозеф К. решает, что произошла судебная ошибка, но исправить ее он не в состоянии. Никто не в состоянии. Суд выполняет кважи божественные функции и поддерживает на земле небесный порядок. Вот эта странная вера в то, что написано на бумаге, гораздо более реально, чем то, что происходит на земле, очень часто проявляется в том числе в различных, достаточно смешных, казалось бы, элементах. Один из них приводит славой жижик, до которого мы чуть позже дойдем, когда одна дама на улице в доме под 13-м числом думает, что все неудачи в ее жизни происходят именно из-за того, что она живет в 13-м доме. Что она делает? Она обращается к муниципальщикам, пишет им, пишет, 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 ей, естественно, никто не отвечает, но рано или поздно она их задолбает, и ей ответят, соответственно, пошли у нее на поводу, и вот эту табличку 13-го дома открепляют от дома. Однако она продолжает писать, потому что в формулярах, которые отвечают за нумерацию улиц, номер дома не был изменен. То есть ей не очень важно, какая табличка висит на доме, это все-таки всего лишь эмпирика, феноменальный мир. Ей важно, чтобы божественная логика бюрократических машин поменяла номер ее дома. в этом незримом, но ощутимом мире. Наконец, четвертое, тоже очень интересный пункт, ужас комического. Когда Франц Кавка читал своим друзьям первую главу процесса, есть об этом, ну, есть свидетельство этого, все его друзья смеялись, что достаточно невероятно, включая самого автора. вся жизнь инженера это своего рода шутка, не более. Такого ведь не бывает, не может быть, не должно случаться. Комическое в этом смысле неотделимо от самой сути кавкеанства. Но что это за смех, что это за комическое? Смешно до тех пор, пока вы исключены из этой ситуации и наблюдаете ее со стороны. То есть действительно многие рассказы кавки, если не принимать их близко к сердцу, выглядят достаточно смешно. Есть, например, рассказ о том, как человек должен был заключить с другим человеком сделку. Он отправляется за день до этого в город и добирается за 20 минут. Возвращается довольный, все проверил, на следующий день нужно заключать сделку. И он выходит с своего дома и добирается до той же самой локации 20 часов. Очень расстраивается, понимает, что ничего не успевает, когда он наконец приходит к этому человеку. Ему говорят, что тот человек давным-давно устал ждать и отправился к нему домой. Он, соответственно, пытается вернуться, опять его что-то задерживает, он очень долго добирается обратно из своего дома, заходит, оказывается, что его действительно тот человек ждет в доме, и в конце он подворачивает себе ногу, падает и слышит, как этот человек ругается, что он все-таки не пришел и уходит. На этом рассказ оканчивается. Да, здесь есть вот эта логика страшного сна, кошмара. Мне кажется, каждый это испытывал, знаете, когда вы, например, куда-то бежите, но добежать не можете. Вот такие сны. Но в этом и есть что-то глубоко комическое, что-то такое неуловимо смешное. Но когда вы наблюдаете за этими жуками, которые сами себя терроризируют в аквариуме, но если же вы внутри аквариума, вот тогда становится совсем не смешно, когда это реализуется. Вот, наконец, о том, как это все отображается в непосредственных социальных машинериях. То есть, да-да, здорово, рассказы, замечательно, но есть достаточно большое количество свидетелей, да, свидетельств, которые показывают, что, в общем, кавкианский мир не такой уж и кавкианский, не такой уж и нереальный. Вот вам несколько историй. Например, то, что приводит Беньгемин про Потемкина, что Потемкин якобы страдал тяжелыми приступами депрессии и мог по полгода не появляться на людях. А проблема в том, что Потемкин розчерком именно своего пера должен давать ход документам. И появляется Шувалкин, такой бравый чиновник низкого ранга, приходит в приемную Потемкина, ему говорят, нельзя, он говорит, ну что вы, что вы, давайте я все подпишу, собирают всех остальных чиновников бумаги, несет Потемкину, приносит их, дает, и, соответственно, Потемкин все подписывает, не глядя. Шувалкин выносит эти документы обратно чиновничьей братьи, и оказывается, что там везде написано Шувалкин, 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 под всеми документами. Достаточно интересная история. Или вот другая, гораздо менее смешная и гораздо более пугающая. Ее приводит Милан Кундера про пражского инженера. Пражский инженер отправляется на научный симпозиум в Англию, и пока он сидит в Англии, в местной газете «Правда», по-другому называется газета, но смысл тот же, публикует, что он соскочил и сбежал, и остался в Англии. Инженер, конечно, об этом ни сном, ни духом, он просто об этом не знает, он не может читать пражские газеты у себя в Англии. И как ни в чем не бывало, возвращается к себе на родину. Ему говорят, что, вы же все, сбежали, вы же враг народа, зачем вы вернулись? Он говорит, я не знаю, о чем речь, это абсолютно меня не касается, меня оболгали, это ошибка. Что он делает дальше? Естественно, он идет в газету, естественно, газета выпускает опровержение, что нет, все, нормально, вернулся. Но вот беда. Общество так устроено, что, в общем, и соседи как-то уже не так хотят с ним общаться, и коллеги по работе как-то достаточно холода к нему относятся, и он начинает, в общем, терять предложение, ему становится как-то очень сложно и неудобно жить, и вот начинается вот этот кавкианский кошмар, хотя, казалось бы, это ошибка, и было дано опровержение. На этом история должна была закончиться, но она не заканчивается. И что вы думаете? Конечно, этот инженер сбегает в Англию. В общем, сначала было наказание, а потом было преступление, причем подобное тому, за которое было наказание, чтобы привести мир, скажем так, в порядок. Также, конечно, огромное количество людей, которых, например, ловили, держали в сталинских застетках, но они оставались пламенными коммунистами и писали письма партии, писали письма о любви к партии. Естественно, Кундера пишет это о Чехословакии, но я думаю, российский опыт подобный же и есть, советский опыт. И он говорит, что чешские остряки называли подобного рода письма о любви к партии признанием Йозефа Ка или благодарностью Йозефа Ка. И все это, конечно, безусловно, остается бесконечно современным. Каукеанство — это одна из сторон нашей личности. Та человеческая черта, которая, будучи доведена до крайности, дает тот эффект. Один и тот же механизм приводит в движение как домашнее насилие, выраженное в газлайтинге от пьесы Гамильтона «Газовый свет», когда вас заставляют думать, что вы сумасшедший, чтобы не признавать отсутствие, скажем так, порядка. И опять-таки есть такая история, что вот была чешская диссидентка, очень долгое время ее держали тоже в застенках КГБ, пытались выбить из нее признание. Ну, по сути, как выбиваются признания, например, в 1984 Оруэлла так работала машинерия. Однако, несмотря ни на что, она не признавалась и, в общем, несмотря на то, что все ее коллеги оклеветали себя, сказали, да, мы враги народа, пожалуйста, ради Бога, пускай это закончится, а она не признавала. Ей вместо расстрела дали 25 лет. Ну и потом, соответственно, отпустили по УДО. Или, по-моему, даже полностью оправдали. Когда все это закончилось. Вот. И она, соответственно, героиня, вот такая оппозиционерка. И вот Милан Кундера приходит в гости к этой женщине. И эта женщина со страшной истерикой ругается на своего сына, что как же так, как ты мог, ты встал сегодня чуть попозже. И страшно ругается страшная истерика. И Кундера говорит, ну, а зачем вы беспокоитесь? О чем вы беспокоитесь? Ну, это же полная ерунда. Вот. К чему это? А сын говорит, нет, нет, я виноват. Я полностью осознаю вину. Моя мама очень сильная женщина, которая не смирилась там, где все смирились. Она очень сильная, должен быть достоин ее. поэтому все ее претензии ко мне абсолютно обоснованы. Вот. И, соответственно, фактически она сделала со своим сыном то, что не смогла с ней сделать партия. То есть она полностью подчинила его. И любые ее претензии, какими бы они ни были, алогичными, мелочными или несущественными, воспринимаются им логично, существенно и немелочно. И если, соответственно, потребуется сказать, что он враг народа, он скажет. Вот. Какое отношение это все имеет к современности? Казалось бы, ну да. Но существуют такие вот тоталитарные машины, которые, возможно, иногда выбивают признание силой. И в этом есть, конечно, своя логика. Если кого-то обвиняют в том, что он враг народа, то в конце концов, если бюрократическая машина не может ошибаться, то может быть действительно и враги народа. Если вот долго-долго-долго поспрашивать, то признательные показания, в общем, это оправдают. А это, кстати, очень интересно. Зачем вообще, скажем, признательные показания нужны были, например, в сталинском режиме? А ведь они действительно выбивались. То есть можно, казалось бы, приводить приговоры в исполнение и без признания. Но тут именно важно признание. То есть чтобы мир обратно стал понятным и порядок восстановился, человек должен сам сказать да, да. Вот быть на стороне палача. Парадоксально. Вот. А современность тут вот при чем. Начнем с возвышенного объекта идеологии Жижика. Вот. Это связано напрямую с тем, как вообще работает идеология. Существует классическое представление об идеологии, которое идет от Маркса, развивается Лениным, идеология как форма ложного сознания. То есть существует некоторый объективный мир, реальность. Вот. И она скрыта за пластом идеологии, которая понимается превратно. Ну, самый простой пример, что превратно, идеологично рабочие понимают свое положение как конкуренцию, а в действительности, в реальности их отношение солидарность. То есть они в действительности, скажем так, выстроены вокруг вот этих средств производства таким образом, что они должны солидаризироваться. И это их истинное положение. И только идеология мешает им это осознать. Форма ложного сознания, которая строит, например, из национального государства с точки зрения Маркса единство, когда в любом государстве есть вот эта вот расколотость на два государства. Буржуазию и пролетариат. Вот, соответственно, форма ложного сознания, вот вам форма, пожалуйста, полдлинного сознания или реальной реальности. От этого со временем отходят представления, потому что выясняется, что идеология, она не является формой ложного сознания, которую можно, например, просвещением уничтожить, убрать. То есть я сказал, что это от Маркса, но можно вести еще раньше от просветительской постановки вопроса. То есть вы там, например, верите в домовых, во всякую гадость верите, в ведьм верите и ведете себя странно. Но вот мы сейчас придем, вас просветим, научим, как живет все человечество, как живет все человек, устроим все по универсальным законам, по праву, по правам человека и так далее. Вот тогда будет здорово, будет замечательно. А оказывается, что если человек просвещен относительно тех оснований, в которых он находится, это вообще может не приводить к изменению поведения. Ну попробуйте кого-то удивить, что там при капитализме человек эксплуатирует человека или что там… Капитализм прекрасно приемлет любые формы критики. Более того, он неплохо оплачивает формы критики. И в этом смысле Че Гевару всегда можно разместить на майке и поиметь с этого неплохой гешефт и, в общем-то, сделать его абсолютно безопасным, поскольку эстетика, она лишает вас возможности действия. Когда вы находитесь на расстоянии и видите некоторое эстетическое произведение, вам уже нет смысла подключаться к нему и воспринимать его всерьез. А где же тогда находятся идеологии, если это не часть ложного сознания? И вот по мысли сначала Альтюсера, потом и Жижика, она находится во внешней реальности, в самих вещах, скажем так. В том, как люди ведут себя, в том, как люди пытаются встроиться в действующий социальный порядок из разряда «не мы такие, жизнь такая». Что, в общем-то, я человек нормальный, я все понимаю, да, эксплуатация — это плохо, где-нибудь негров линчуют, где-нибудь еще что-нибудь, но в целом приходится именно так поступать и никак иначе. Вот в этом уровне человеческом поступки и скрывается идеология, в том, что якобы мир устроен так. То есть идеология есть не форма ложного сознания, а та форма реальности, которая нам дана. И вот в этой форме реальности у Альтюсера мы впервые оказываемся при интерпелляции, так называемой, когда нас окликивают. И у Альтюсера, ну, у него в примере окликивает полицейский. То есть когда вас окликивает полицейский, вы становитесь в особо рода идеологические отношения, вы знаете, как себя вести. Вот это и есть то, как действует идеология. Вам уже вменили субъектность, вам уже вменили идентичность, вы уже точно знаете свое место, и мир устроен только так и никак иначе. Жижик в этом смысле идет еще дальше и говорит, что вот это вот идеологическое состояние, оно еще досубъективное. Дело не в том, что мы все находимся в матрице, и есть некий Морфеус, который способен предоставить нам таблетку и вывести нас в реальный мир. Дело в том, что мы сами нарочно находимся в матрице для того, чтобы этого реального мира никогда не видеть. Потому что реальный мир, и Жижик это заимствует у Лакана, безусловно, бесконечно травматичен. То есть вот это пустынь реальности, в которой, в общем-то, нечего делать. У Лакана реальность — это то, что являет себя через ошибку, через боль, через то, чего мы никогда не хотим видеть. Классический пример Жижика, который он приводит вслед за Лаканом, что есть такой сновидический опыт, его описал Фрейд, что отец засыпает около могилы ребенка, и ему снится этот ребенок, и он говорит, «Ты что, не видишь, я горю?» Он просыпается, и действительно свечка упала на саван, и саван загорелся. И в классической интерпретации вот сон, вот реальность. Реальность, где ребенок, на ребенка упала свечка, точнее, на саван, а сон — это там, где мертвый ребенок говорит, что «я умер». «Ты что, не видишь, я горю?» Лакан переворачивает это. Он говорит, что как раз-таки вот это мир, в котором отец может взаимодействовать, потушить саван, установить какие-то безболезненные отношения со смертью. Это сон, скажем так. Это нереально. Это тот виртуальный мир, в котором отец находится, чтобы забыть реальность. А реальность — это вот та травма, которую он пережил, что он, в общем, потерял любимого человека и больше эту потерю восполнить никогда не сможет. Причем здесь социум? Это же какие-то психоаналитические дебри. А социум здесь при всем. Возвращаемся опять-таки к тому, что бюрократические машины потому божественные и потому непонятные и потому скрываются от нас, потому что мы знаем, что, в общем-то, за ними ничего не стоит, что это, скажем так, пустота, что это все человеческая договоренность. То есть ни денег, ни государств антологически в мире не представлено. То есть нет такой вещи, как государство. Это не вещь. Если всем стереть память в одночасье, всему человечеству, ни национальных границ, ни денег, ничего не будет. Останутся только, скажем так, голые жизни, голые тела. Однако это та форма реальности, в которой только мы и можем находиться. Наоборот, деньги для нас гораздо более реальны. Государственные границы для нас гораздо более реальны, чем что-либо иное. И вот идеология, она образует нашу айкумену, наш космос. Это синонимы во многом, просто одно слово римское. Айкумена — познанный мир, а космос — это порядок, мир, в котором мы находимся. И другого мира у нас нет. И в этом смысле, да, возможно, наши социальные порядки несправедливы, но у нас других нет. Поэтому давайте признаем их справедливыми. Возможно, капитализм — это не всеобщее благо, но ничего лучшее еще не придумали. Давайте признаем его общим благом. Возможно, демократия несовершенна, но ничего лучше нет. Поэтому давайте признаем демократию совершенной. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это то же самое, что делают вот это племя в Новой Мексике, о которой я вам рассказал. Типа, да, возможно, мир лишен магии. Возможно, в мире магии не существует. Но если мы это признаем, мы окажемся радикально голыми перед миром, который вообще-то достаточно недружелюбен. То есть всякое происходит. Человек смертен, человек внезапно смертен, и все близкие человека смертны и внезапно смертны. И контролировать мы это можем едва-едва. А если мы живем в космосе, в означенном мире, мы можем это контролировать. Мы можем, например, каким-то образом влиять на это. Мы можем это держать в узде. Вот эту природу, которая врывается ошибками, болью и так далее, или там бессознательные, если в терминах психоаналитических, мы можем контролировать и пытаться, по крайней мере, вернуть все в исходное русло. И именно в этом и заключается так называемая объективность веры у слового Жижика, что идеология — это не ложная, не превратная форма сознания. Это та форма сознания, та матрица, в которой мы живем не потому что нас обманывают, а потому что мы в другой жить не можем. То есть за пределами ее — хаос. Внутри ее хотя бы что-то можно контролировать. И пусть закон действительно может не иметь ничего общего со справедливостью, а государство с безопасностью. Ну, свобода в обмен на безопасность — это ГОПСовский договор. А что, если главную опасность предоставляет именно государство, как, например, в тоталитарных режимах? Что тогда делать? Чтобы, соответственно, не жить в таком неблагополучном, неустроенном мире, мы предпочитаем жить в идеологии. Даже не предпочитаем, у нас не то чтобы очень много выбора есть. Другой теоретик, которого бы я хотел рассмотреть, это Марк Фишер. умер молодым. Достаточно. Тоже покончил жизнь самоубийством, как вольтер Бенемин. Но вот как-то так совпадает. Марк Фишер пишет о двух вещах, которые современная философия заимствует у Кавки. Первое. Это контроль. О том, как работают современные общества. Если раньше общества были дисциплинарными, то есть, скажем так, еще раньше суверенными, в суверенных обществах власть концентрируется в телах. Двойное тело или двойственное тело короля, от него исходит власть. Еще есть тело палача. В случае, если вы не согласны с тем, что власть исходит от короля. Ну и, соответственно, есть виселица вдоль дорог, где, в общем, дружелюбно можно разместить всех несогласных друг за другом. Потом же власть гуманизируется и растворяется в пространствах. Это пространство дисциплин. Заводы, школы, психбольницы и так далее. Закрытые пространства изоляции и концентрации власти. Азилумы, как их называл Ирвин Гоффман, микросоциолог и несоздатель движения, один из ярких теоретиков, которые использовало движение антипсихиатрии. Закрытые пространства изоляции, в котором власть распространена в самом институте, в пространстве. Власть контроля — это нечто совершенно другое. Контроль действует только в том случае, если вы на его стороне. То есть если вы сами себя принуждаете к чему-то. И тут Фишер находит очень яркими и очень нужными, востребованными те положения, которые вывел Кавка как раз-таки о суде. Что процесс всегда длится над тобой, полное оправдание невозможно. То есть ничем не быть обязанному контролирующей функции, будь то государство или корпорация, ты не можешь. Ты можешь быть либо частично оправдан, но потом с тебя все равно спросят, либо твой процесс затянется настолько, что тебе хватит до конца жизни. И вот по мысли Фишера, современные неолиберальные институты, и это очень парадоксальная мысль, поверьте, современные неолиберальные институты в сущности своей представляют институты из себя сталинистские. Во что действительно сложно поверить. Ну так пишет. А почему они схожи? А именно потому, что творится какой-то бесконечный процесс, и вы рано или поздно должны встать на его сторону, полюбить большого брата. То есть вас не будут к этому принуждать и заставлять. Это будет делаться эффективно. То есть тут хороший пример, наверное, есть, который я обычно привожу в таком случае. У инагента Дудя выходило интервью давным-давно про Силиконовую долину. И там работник Силиконовой долины хвастался перед Дудем, что смотри, так классно, тут даже есть приют для собак. А Дудя говорит, а зачем в компании… А, он работает в компании Google. А зачем в компании Google приют для собак? Он говорит, ну как, мы не успеваем домой возвращаться, и поэтому наши питомцы голодают. А тут мы можем их, соответственно, перевезти сюда и тут кормить. Видишь, как здорово? Вот, то есть в том, что ты работаешь 24 часа на корпорацию, и у тебя нет времени покормить собаку, и это заслуга компании Google. Вот, то есть понятно, что вот этот контролирующий процесс, на сторону которого ты должен встать, вырабатывается вот эта форма согласия, которая требует контроль. Дисциплина не требует согласия. Вы входите в школу, у вас есть расписание. Если вы, соответственно, шляетесь по коридорам в неурочное время, вас загоняют обратно в класс. Вот, так работает дисциплина. Контроль же работает только в том случае, если вы на его стороне, если вы как бы стали уже зависимым от него. И вот этот кавкианский процесс, когда он над вами ведется, и вы должны рано или поздно встать в то положение, которым будете соответствовать этому процессу, вот это и есть контроль. Вот, с точки зрения, соответственно, Марка Фишера, Кавка описал бюрократию вообще, то есть, скажем так, идею бюрократии, очень точно и очень прозрачно. И в этом смысле любая бюрократия, образована ли она в тычерисском обществе, в рейганистском обществе, в современном обществе или в сталинистском обществе, будет подобна друг другу. А что это за общая идея? И на этом мы уже будем заканчивать. А общая идея очень проста. Что, во-первых, это растворение какой-то частной вины в общественных институтах и, скорее даже не вины, это плохое слово, ответственности. То есть, бюрократы бесконечно ссылаются на какие-то процессы, которые происходят, и над которыми они не властны. Они могут только удостоверять их или, наоборот, не давать им хода. Но эти процессы как будто бы от них ни в коем случае не зависят. И это делает их как бы абстрактными, отделенными от обществами и превращает их в ту самую механистическую машинерию, о которой я пытался рассказать вам во время этой лекции. И никто не виноват, и никто не ответственен. Оно как бы само собой так получается. И поэтому поиск окончательной инстанции власти, которая сумеет, наконец, определить официальный статус любого человека, бесконечно отложен. И именно эта неудостоверенность в том, какой у вас, скажем так, статус вашего процесса, и подпитывает то чувство контроля и то чувство вины, когда виновен, в общем-то, каждый. И Кавку можно ценить как комментатора тоталитаризма, именно потому, что он открыл такое измерение тоталитаризма, которое невозможно понять, если ссылаться на образцы деспотического правления. Предлагаемая Кавкой, картина бюрократического лабиринта как чистилище, сходится с утверждением Жижека о том, что бюрократическая система — это империя знаков, в которой номенкулатура занимается интерпретацией сложных цепочек вот этих семиотических, над которыми они как будто бы не управляются, и никто не знает, как это работает, и никто не знает, что требуется. Но документ-оборот идет, и таким образом продолжается жизнь вот этого общества. Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу. АПЛОДИСМЕНТЫ